Председателю бюджетного комитета Государственной Думы, наверное, главному человеку среди законодателей, который отвечает за экономическую политику. Андрей Михайлович, Ваша оценка реализуемости и того, что мы должны сделать в первую очередь? Что Вы ожидаете от правительства? Насколько Вы считаете образовавшийся гэп между нами и странами-лидерами? Мы говорили о том, что мы должны расти темпом быстрее, чем мировая экономика. Я посмотрел прогноз на следующие 6 лет, там просто прогнозируется 3,5-3,7% пункта. То есть ниже 4% нам расти никак нельзя. Ваша точка зрения, ответ, что нам предстоит сделать и насколько Вы комфортны с теми предложениями, которые сегодня уже есть? Геннадий Михайлович, извините, я все-таки начну с того, что скажу, что Вы сегодня допустили вот только что две главные ошибки. Первое, после призыва Голиковой к конструктивному диалогу Вы дали слово мне. А второе, это то, что несмотря на наши с Вами очень хорошие отношения, Вы начали с того, что Вы представляете слово главному депутата, который за что-то отвечает. Это неприятно, кстати. Я первый раз в жизни написал себе тезисы. В прямом эфире выступать, что-то доказывая бесполезное, это может делать только Алексей Леонидович, ну и, наверное, Антон Германович. Я себе такое позволить не могу, поэтому только тезисы. Итак, первый тезис. Проблема экономического роста не имеет никакого отношения к экономике и лежит во вне экономической плоскости. Кстати, Вы это сказали по программе среднесрочного развития, которая была 15 лет тому назад, которая не была выполнена. Второе, основная проблема, это то, что слово дауншифтер у нас в стране воспринимается как оскорбление, а не как попытка обсудить, почему мы снизили передачу, а ведь именно это дословный перевод этого с английского, и что нам нужно сделать для того, чтобы снова повысить скорость. И вот до тех пор, пока предложение к обсуждению мы будем воспринимать как оскорбление, я думаю, те приоритеты, которые озвучил Алексей Леонидович, совершенно бессмысленны. Третье, на что хотел бы обратить внимание, и это, извините, тоже Вы. Я вообще сегодня буду Вас цитировать. Это название Вашей вчерашней сессии. Вот Вилтумуру Бринков. Ну, вчера, завершая сессию, Вы сказали, а завтра на завтраке мы затронем локальную повестку дня. Тогда давайте поменяем название. Будет правильно назвать ее What Will Tomorrow Bring Us? Но тогда возникает вопрос. Наша повестка и мировая повестка, насколько они совпадают друг с другом? И если мы собираемся обсуждать локальные проблемы, не означает ли это, что мы фиксируем свое вечное отставание от проблем мировых? Вот это, пожалуй, главное то, что я хотел сказать. А теперь, честно говоря, хотел бы предложить, обсудить то, что на самом деле можно было бы обсудить. И то, что имеет значение для роста экономики, как мне кажется. Гораздо больше, чем приоритет. Я предлагаю обсудить второй закон термодинамики. Для тех, кто... Нет, Чубай сидит рядом, и я думаю, Вы понимаете, что это отягчающее вино обстоятельства для меня. Все понимают, что я не просто так с этим выступаю. Так вот, итак, я напомню второй закон термодинамики. Тех, кто уже забыл среднюю школу, вот, мне неудобно при всей Гурвиче, который закончил физтех, это говорит, что энтропия замкнутой системы возрастает. Почему я об этом сейчас говорю? Что на самом деле энтропия, для тех, кто опять же не помнит среднюю школу, это на самом деле мера необратимого рассеивания энергии. Проще говоря, мера беспорядка. И это означает только одно, что в замкнутой системе хаос, хаос, возникает просто потому, что мы ничего не делаем или ничего, ну, просто ничего не делаем. А вот для того, чтобы в замкнутой системе навести порядок, надо что-то делать. Причем меры, которые мы будем предлагать, они должны быть качественными. В противном случае, то есть, помните, как известно, надо очень быстро бежать вперед, чтобы хотя бы стоять на месте. И тогда нам надо на самом деле в первую очередь определить, в чем сегодня главные проблемы. Ведь вот мы обсуждаем указ президента. Да вот сидят губернаторы. Спросите у любого из них, будут ли они выполнять указ. Я посмотрю на того сумасшедшего, который сейчас встанет и скажет, нет, не буду, потому что у меня нет денег. А у них нет денег на выполнение указов. Строго говоря, правительство, которое сегодня говорит о том, что оно будет выполнять указы, тоже прекрасно знает, что те цифры, которые Татьяна Алексеевна назвала, когда была председателем счетной палаты, 8 триллионов у правительства тоже нет. Так откуда мы их получим? И на самом деле, но, к сожалению, мы все вопросы свели к обсуждению, где взять эти 8 триллионов, а не то, что на самом деле надо сделать. А дальше мы прекрасно с вами понимаем, что две главные беды – это абсолютная неэффективность и абсолютная безответственность. Я сейчас, вы знаете, уже в принципе считаю, что я намного наговорил, поэтому я не буду говорить названий, но я предлагаю сопоставить капитализацию отдельных частных компаний с капитализацией отдельных, сопоставимых, по крайней мере, по виду деятельности государственных корпораций или даже государственных монополий. Повторяю, смелости назвать компанию у меня не хватит. Так вот, коллеги, а вторая беда – это неэффективность, это абсолютная безответственность, потому что в стране никто не отвечает за результат, который он был достигнут. И тогда у нас на самом деле возникает, сделано ли что-то сегодня, да на самом деле уже главная задача по выполнению указа решена. И мы должны сегодня откровенно это сказать. Я думаю, что еще министр экономического развития будет говорить, но я думаю, что лучше послушать его на следующем завтраке Сбербанка через год. Потому что главное мы сделали. Мы передали Министерству экономического развития Росстат. Все будет нормально, коллеги, поверьте. Ну а теперь последний буквально тейс. Я знаю, что пора заканчивать прямой эфир. На 8 я уже наговорил. В принципе, не хотелось бы получать больше, потому что, к сожалению, исправительные трудовые колонии за это время лучше не стали. У нас неэффективная налоговая система. Она реально неэффективна, она не может выполнять стимулирующую роль. Но мы абсолютно не готовы обсуждать. Мы готовы обсуждать ставки неналогов, но мы не готовы обсуждать систему. У нас неэффективно-бюджетная система. Несмотря на то, что Минфин вот в этих вот условиях пытается выжать из нее... Нет, я не буду говорить, что пытается выжать из нее Минфин, потому что на самом деле система межбюджетных отношений у нас еще более неэффективна, чем бюджетная система. У нас неэффективна система управления. Но вместо того, чтобы обсуждать, как решать системные вопросы, которые действительно могут дать результат, мы будем с вами обсуждать, где нам взять 8 триллионов. Но я хотел бы обратить внимание Алексея Леонидовича Кудрина на то, что говорить о том, что мы можем исправить наше образование или здравоохранение деньгами в лифтних, это то, что говорила сейчас Голикова, это бессмысленно. Добавив в любую неэффективную систему денег мы сделаем только одну, возможность более эффективно их воровать. Но я повторяю, первый шаг в выполнении указа президента, передача Росстата Министерства экономического развития выполнена, и я думаю, что следующие шаги будут не менее эффективными. Спасибо. Андрей Михайлович, спасибо большое. Коллеги, я хотел бы, извините, извините, простите, коллеги, вот тем, кто похлопал, не советую, коллеги, поймите, не потому, что мне это неприятно слышать, но просто в группе я получу гораздо больше, чем один.